Трое в тачке, не считая собачки Это прибор включения сортовалы От сосны, от сосны, от сосны и иголочку Привет всем! Это проект Трое в тачке, не считая собачки На этот раз мы решили отправиться в город Сердобаль Город расположен в стороне от привычного маршрута из Петрозаводска в Финляндию Поэтому в Сердобаль нужно ехать специально Так бы мы сказали, если бы жили в 19 веке А сегодня этот город знаком больше, как сортовала Это мы уже записывали, что ли? Мы в Сортовале, на самом берегу Ладожского озера Своё знакомство с городом мы решили начать с набережной Место это знаковое Именно отсюда, ещё при шведском королевстве в 17 веке Началась сортовала, как город Мы застали уникальный момент Это ледокол на Ладожском озере Это не совсем ледокол, это такой буксир, наверное Но здесь его называют ледоколом Это регулярно, да, они ломают лёд? Почту возят, пересменка Вон сынуля стоит в этой зелёной А есть какая-нибудь песня про ледокол? А родной ледокол снова наш отчий дом Наш город был основан шведами в 1632 году Но, к сожалению, ничего шведского не осталось Зато есть дома, построенные ещё в времена Великого княжества Финляндского Когда это была Российская империя Без более 200 памятников архитектуры Это самый архитектурно значимый город Карелии Сортвал называли городом банков Здесь было семь банков, представляете? Это был Народный банк Финляндии Построенная по проекту архитектора Саренина в 1905 году Итальянский банк построили по проекту архитектора Улберга из Выборга в 1915 году И, что интересно, это здание полностью с фасада облицовано местным камнем Сердобольским или Сартовальским гранитом Это у нас доходный дом бывший Построен в 1907 году по проекту Павла Оттила Сейчас это здание дохода не приносит Там находятся чиновники, которые руководят нашим замечательным городом В этом, опять же, историческом здании Сартовалы расположился музей известного российского и карельского художника Кранида Гоголева В узких и широких кругах его знают по всему миру Работы мастера в коллекциях Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Анатолия Чубайса и Папы Римского Это Гоголев гранит Нас гранит к себе манит Нас гранит к себе манит Заходите, говорит Наш художник, мастер Гоголев гранит Александрович Единственный по России в такой технике резьбы Это глубокий многослойный рельеф Если я правильно понимаю, он ничего не наклеивал, никаких деталей деревянных сверху на работу Это все было целиковое дерево и все вырезано из одного куска Во-первых, здесь проходит тема его родины Он рожденный в Великий Новгород Также наши города сортовало Петрозаводск, остров Валам Карелло-Финске, Паскалевало Три сюжета из Библии Тайная вечеря, Георгий Победоносец, Распятие Христа Сказочные сюжеты, былинные сюжеты А в основном, конечно, идут жанровые, бытовые сценки того времени Тема простого русского деревенского народа Я одну вещь заметила, пойдемте покажу Чем мне еще нравится, корни Гоголев, что он, видно, любит собак Практически на всех работах на сценах присутствуют собаки Ага Вон, на той, и там Там тоже собака Недаром нас в музей пустили с собакой Народ, давайте снимем вам монетку за 100 рублей, можно изготовить И вот так замечательно наш рубль превратился в памятную монетку с рунопевцем Расплатиться можно потом таким? Где-нибудь в ресторане Вот тебе, милейший рубль, Кранида Гоголева Правда ли, что его работы находятся в коллекциях Папы Римского? Я не знаю именно, находится ли в коллекции Папы Римского Но я прям зачитаю вот эти строчки Избранные работы Кранида Гоголева находятся в музее декоративно-прикладного искусства в Москве Болитехническом музее, этнографическом музее в Санкт-Петербурге, музее Спаса Примашинского и Русского монастыря В частных коллекциях Амирики и Пурии, Германии, Филианде, Швеции В частности, произведениях у Мори периметов в личных коллекциях известных российских политических деятелей И как говорят, что Корнид был очень трудолюбивым, вставал в 5 утра каждый день и шел, вот и творил Вообще Мне очень нравится запах в этом музее Вообще А знаете, какое любимое дерево было? Какое любое дерево у Корнида? Липа Я знаю, мое дерево Завтра может сломать школьник Я знаю, мое дерево Скоро оставит меня Но пока оно есть, я всегда рядом с ним Мне с ним радостно, мне с ним больно Мне кажется, что это мой мир Мне кажется, что это мой сын Вообще Так я открою его так Оп И он большой, на всех хватит Жители вашего города У них есть в собственности квартиры в исторических домах? Да, конечно Очень многие живут в исторических домах У них есть определенная ответственность То, чтобы там не переделывать Но у нас, как правило, переделывают здания Ну, те богатые люди, которые покупают, можно сказать, город Которые выкупают целые здания Я таких примеров знаю несколько Когда просто грубо разрушаются памятники архитектуры Слева от меня находится здание пожарной Каланчи Этому зданию более 130 лет Оно одно из немногочисленных деревянных зданий Сортовали, которые сохранились после пожара в 1903 году Сейчас, к сожалению, она находится в удручающем состоянии И у многих дома у нас в таком ветвом состоянии находится Это ужасная, конечно, картина Когда-то давно в Сортовале железнодорожный вокзал находился не там Откуда сейчас отходит Русский Альский экспресс Поезда из Выборга приходили к останкам вот этого перона По которому я сейчас иду Здание справа, деревянное Одно из немногих, сохранившееся в Сортовале Было одновременно и железнодорожным вокзалом, и речным вокзалом Жигулей, понятное дело, тогда не было Эти елочки посадили, когда был у нас главой республики Кудилайн Он собирался приехать И местные власти говорят, нам надо что-то как-то украсить город к его приезду И посадили елки Тем самым закрыли, может быть, разваливающиеся здания Там вот есть финские дома, пристационные, которые разваливаются В этих домах, где крыши уже с дыркой живут люди до сих пор У нас проживало очень много рунопевцев Самым известным стал Петрий Шемейко Который потом, собственно, стал и прообразом этого памятника В 1935 году все ахнули Это восставший из могилы рунопевец Вени Мюнин Главный храм Сартовалы, Никольская церковь Прошедшая сложный путь с конца 19 века Будучи Петропавловской церковью Будучи конюшней в 40-х годах 20 века И переосвещенной уже после войны Церковь Николая Чудотворца Мы попытаемся войти внутрь Снимем, как обычно, на наш секретный телефон У нас собака нельзя, поэтому мы пока прогуляемся вдоль нее Посмотрим церковь снаружи Искусствоведы из интернетов пишут, что Сам храм это образец сочетания русского барокко и русского классицизма Поначалу Священный Синод даже не согласовывал проект этого храма Потому что там посчитали, что для русской православной церкви Такой дизайн это уж слишком Некоторые иконы для этого храма писали специально монахи Валамского монастыря В путеводителях написано, что где-то здесь должен быть дуб, посаженный Алексием II Так, ну вот памятник Алексию мы видим Дуб, не дуб, непонятно ни черта Дуб? Мам, мама, Алексий же вот этот дуб посадил Да Сейчас в храме почти никого нет Там много ли людей посещают ваш храм? Ну, достаточно много Особенно в выходные, в праздники очень много бывает людей Даже в храм не помещаются, бывает В притворе стоят Очень многие люди стали ходить в храм благодаря нашему батюшке Который такой подвижник у нас очень сильный Отец Андрей Бондаренко Он настоятель наш и благочинный северного приладожья нашего Спасибо вам Ну, слава Боже, пожалуйста Вы меня извините, но собака не надо на территории Нельзя А, что? Не дай Бог еще, если вы в храм зайдете Нет Мы не будем заходить И на территории тоже, потому что тут все освещается А собака считается, как грязное животное, наверное, верняет Ах, как хочется вернуться Ах, как хочется ворваться в городок Мы в город изумрудный Идем дорогой трудной Идем дорогой трудной Дорогой непрямой Заветных три желания Исполнит мудрый Гудвин Итак, мы опять на берегу озера А этот раз мы приехали в исторический парк Бастион Ну, пойдем Развлечений тут много Тут есть тир Крепость викингов, куда мы, наверное, в первую очередь отправимся И военно-исторический музей А Иван-Чай почему-то топорами обозначен Иван-Чай я даже не заметила, потому что мы не любители Это типичное северное поселение, которое были распространены на берегах Ладожского озера Это что такое? Это пленников сажали, наверное, да? Это называется колода Такой момент наказания В сравнении с воспитанием детей То есть первый раз поставили в угол А продемонстрировать можно? Да, можно Поплотнее А я ведь мечтал, чтобы тебя сюда посадили Вот так вот, примерно Мгновенная карма, Ефимик Можно меня немножечко освободить? Нет Ой, отоприть опташку с клетки Ой, ты лети О, все, забыл Ну что, как, удобно? Ну, не очень Забыла Здравствуйте Это дом самого богатого, самого влиятельного человека Не только в этом поселении, но и на всей территории, которая прилегала к данному поселению Собака вперед, отлично Именно здесь, вот в этом большом зале, происходил процесс пиршества Это, друзья мои, очаг Сердце дома, которое грело, освещало и кормило людей Вы нас обещали облачить в одежду викингов Надену валенки да красное пальто Пойду проведаю любимую столицу Хоть в этом виде не узнает и никто Возьму с собой я прогулку к кавалера Он призники мои все знает наизусть Ни иностранец, ни сын миллионера Настоящий викинг Конечное решение всегда было за мужчиной и в семье четко, абсолютно Мы с вами будем практиковаться сейчас в стрельбе тирометания из разных Разными предметами Разными предметами, да, из разного оружия Локоть поднимается наверх, а пальцы примерно стремятся куда-то к уху Нельзя сказать, что у женщины вообще не было права То есть, условно говоря, женщина, например, Средневековье могла подарить на развод Ой-ой, я лучше надо, полезу Ну и еще какие-то... Нет, лучше, вперед, вперед Ой, лучше надо Показывает, что Средневековье тоже... Так Показывает... Женщина, в тебе В принципе, со Средневековья сильно довольно ничего не изменилось Кисто! Застыял? Пошла опоясываться Будем работать с оловом Но при всем при том, что металл у нас неценный В окончании у нас с вами получится практически точная копия той монеты Той денежки, которая непосредственно у нас была в ходу в эпоху викингов Основной механизм в кузнице называется это кузнечный горн Вторая часть горна, вот эта вот большая, которая называется кузнечный мех Самый простой вид воздушного насоса Ручки вверх Так, беремся за гусак, опускаем вниз Так Дуй, дуй, дуй Надо что-то причитать в этот момент? Нет, причитать не надо Самая большая температура, которую мы можем нагнать в данном горне Это примерно 1100 градусов Это надо чаще делать, я так не энергично Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть Не надо, не надо Так, берем в руки маленький ковшик На клизмы похож Нет В нем мы сейчас будем расплавлять наш металл Так, не балуемся с мехами Наш металл готов Он здесь застынет И здесь у нас получится леток заливаем вот 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 еще 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 стоп плющим наш летник по контуру стараемся максимально ровно вырезать нашу монетку и на что это можно было монетку вы вы менять на корову можно было для коровы был немножко маловато берем нашу заготовочку укладываем ее на нашу чеканку закрываем верхней частью нашу будущую монетку ваша задача ударить точно посередине нашей чеканки вот чтобы делала женщина те времена позвала бы викинга если бы женщину в те времена допустили до кузнице то как говорится дорогая сделай все сама практически идеальное изображение вот ваша монета эпохи викингов викингов мы наигрались исторический парк покидаем с добрым сердцем поедем смотреть что еще интересного расположена на землях сортовалы мы решили проверить как сортовали с культурой и отдыхом и поэтому пришли в парк культуры отдыха в акасалме говорят здесь есть огромная гора забравшись на которую будет видно хорошо очень город и ладожское озеро четвертого члена нашей съемочной группы мы несем в рюкзаке потому что кругом развешены таблички штраф за выгул собак тысяча рублей никита а ты умный скажи мне почему вот город такой пустой потому что раньше здесь была фабрика по производству лыж известная на весь советский союз там были на лыжах написано помнишь сортовала был мебельный комбинат знаменитый была птицефабрика мясокомбинат ты не мог короче то сказать это будет нудятина а еще здесь с давних времен варили пиво карелла потом перестали она теперь всем известно как финское пиво карелла мы уже проходим какой-то объект тут видимо сцена и зрительный зал чем тебе не русский алла к корейски как карелла симфонии или как-то называется сюда тоже можно позвать китайцев пусть они поют свои китайские песни только пусть сначала от коронавируса вылечится виды красивые но нам предстоит долгий нудный подъем по ступенькой не романтик эфим просто я не романтик я практик где подъемник где дорога может это специально сделано чтобы максимально приближенной к природе здесь наверняка поэтому не делают ступеньки до конца хочешь передохнуть никит тут я хочу передохнуть чуть-чуть осталось тут есть вот скамейка . идем дальше это еще не все мы подходе лапе вот ты сидишь как дурак здесь рюкзаке а там вон нарушитель спокойненько разгуливает по парку не боится штрафов богатый человек на самой вершине на гору мы поднимались минут 15 сверху действительно видна вся сортовала ну почти весь город и загубины ладожского озера сколько слов и надежда сколько песен и тем горы будет у нас и зовут нас остаться но спускаемся мы кто на год кто за всем потому что всегда потому что всегда мы должны возвращаться подождите меня вот подъезжаем наши заповедной гаражной вечеринки которая планируется в этом гаражном кооперативе мы как и велено пришли с тремя веселыми рожами уже молодцы а у нас туда мимо идет так вот стучится и говорят можно заходи нам не жалко просто мы любим заходи у нас здесь мы принимаем всех у нас здесь у многих гаражи мы очень любим здесь собираться и если нам не хватает праздников мы их придумываем дальше чем начать вечер первая поздравительная так сказать открыточка музыкальная для вас в этот самый день как бы не было мужчины милые подружки кто тогда свою лапшу вешал на ушки каковы были мы жив спина и слабый как бы не было мужчин кабы 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 наливаем быстро девочки наши внуки наверно все таки будут светлым будущем житиями кто-то пессимистично настроены мы прекрасно настроены все будет идет солдат по городу по незнакомой улице голову обвязана кровь на рукаве ниточка жизни очень тонка только и взял что два пятака а а а а а а мы решили отправить никиту в баню в этом гаражном кооперативе жизнь кипит так как будто здесь курортный город и вот прям рестораны клубы никита в баню а нам вернуться потому что там продолжается концерт а где находится баня мы не скажем и так перед вами выступает творческий коллектив гаражного кооператива мустам гаражные волки а а и 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 Спасибо Центру за это